Доброго здоровьица, уважаемые посетители канала! Я решил, 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 решил Значит, вот мне на просторах интернета попался доктор Берг Доктор Берг Значит, у него есть такой видос Как снизить гормон стресса кортизол Секреты спокойствия Вот, думаю я так Как снизить гормон стресса кортизол и секреты спокойствия Если вы спокойны, я так понимаю, понимаю я так То тогда никакого кортизола и не будет А если вы не научитесь Ну, тут ладно, секреты спокойствия Ну, давайте посмотрим, что и как Обсудим, как сохранять спокойствие при стрессе и при высоком уровне кортизола Так, позвольте, и при высоком уровне кортизола Если вы не научитесь сохранять вот это спокойствие, душевное равновесие То высокий уровень – это следствие того, что вы не можете владеть своим собственным сознанием Своим собственным поведением И тогда что, вы можете, ну, хотелось бы дальше послушать Можете, значит, грубо говоря, опять где-то там раздражаться в очереди Негодовать там по поводу там повышения цен там и прочее, 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 прочее И при этом повышенный уровень кортизола, значит, чем-то подавлять Давайте послушаем, очень интересно Если вы живете на земле, вероятно, вы испытывали стресс как минимум раз в жизни Это, конечно же, сарказм Похоже, край до сегодняшнего мира держать ваши надпочечники на взводе А вас в режиме стресса круглосуточно А почему вот опять-таки, вот, знаете, я все слушаю и у меня такое впечатление Значит, удаляют гланды через задний проход Надпочечники Надпочечники – это следствие А не то, что надпочечники – это причина Вот причина надпочечники работает, вырабатывает этот кортизол И у человека, значит, сносит башню Как-то так получается Вы не находите вот этого Когда берешься решать проблему, очень важно хорошо ее понять Поэтому мы тщательно разберем главные гормоны, регулирующие стресс А зачем нам гормоны, доктор? Зачем нам гормоны, которые регулируют стресс? Я вообще, понимаете, вот это вот я вот смотрю и у меня сносит, вот, по просто речи сносит башню Гормоны, которые регулируют стресс Вот, значит, я дальше и смотреть не буду Я просто, мне лично вот этого достаточно Гормоны, которые регулируют стресс Начинаем с самого начала С самого начала Создается ситуация Допустим, вас оскорбили Вас оскорбили, да? И вы на это, естественно, вспыхнули И вслед за умственным процессом Сначала умственный процесс Меня оскорбили и так далее А, значит, подключается физиология То есть, вот эти вот Начинают, значит, вырабатываться гормоны стресса И так далее И теперь, теперь получается Ну, грубо говоря, вся эта ситуация там Так или иначе закончилась Гормональный фон там Остался повышен Я так примерно понимаю И вы тогда Как-то должны привести эти гормоны в норму Ну, жаль, что я тут не слышу с помощью чего Хотя можно дальше и послушать Как просто, знаете, повод Повод для развития темы А не лучше ли? Вот, смотрите Создается ситуация Вы эту ситуацию воспринимаете Как оскорбление И, естественно, запускается вот этот весь Психосоматический механизм Включается эндокридная система А если вы к этому Совершенно по-другому посмотрите То есть, спокойно Что? Этот хам Который вас пытается оскорбить Да он не заслуживает И ногтя вашего внимания Как говорится, знаете, можно так сказать Ты сам дурак И тогда вот эта вся цепочка не запускается То есть, получается Надо не с этими самыми там Гормонами там Разбираться там Что, что, как, вот они это А разбираться со своим сознанием Более того Разбираться с собственным мировоззрением С собственным пониманием ситуации С собственным развитием Оценкой этой ситуации И поведение в ней Чтобы вы это все решали Спокойно, достойно Без всяких всплесков Может, вот так лучше сделать? Ну ладно, послушаем дальше доктора И два этих гормона Кортизол и адреналин Оба гормона производят надпочечники У нас два надпочечника Они над почками У них есть два слоя Внешний и внутренний Ну ладно Вот, знаете Я только что вам рассказал Чтобы вот это вот не запускалось И вы не углубляясь в слой внешний В слой внутренний В кортизол, адреналин Вы совершенно по-иному подходите Видите, какие разные подходы Вы совершенно по-иному подходите К этой ситуации Которая может спровоцировать Так сказать У вас стресс Что такое стресс? Напряжение в вашем организме Вы ее оценили Вот по типу стресса А если ее оценить по типу А чему она может вас научить? Тогда не будет никакой стрессовой реакции Вы будете спокойны Чему она хочет вас научить? Как обращаться с этим хамом? Ну, к примеру, да? Что ему сказать? Как сделать? Вообще Как прореагировать на эту ситуацию? Возможно, она же с какой-то точки зрения Получится смешной Зачем? Зачем нам Совершенно Не нужны Лишние знания О том, что Что вот в результате всего этого Запускается там Кортизол Запускается Этот самый Адреналин И оттуда Что-то там делать Оттуда Да мы можем вот здесь Сразу все отрубить И все спокойно То есть Лишние знания Лишние какие-то Механизмы Которые Которые абсолютно Нам не нужны Начинаются с них Внутренний слой Состоит из нервной ткани Ну, зачем это надо знать? Производится и выделяется адреналин Ну, и что? Наружный слой состоит Из железистой ткани И в нем производится кортизол Кортизол – это гормон А адреналин – это нейромедиатор Он похож на гормон Но работает через нервную систему Оба этих вещества, по сути Адаптируют организм К состоянию стресса Адаптируют к состоянию стресса То есть Приспосабливают к состоянию напряженности Знаете, вот Можно, конечно, разбирать какую-то шестеренку Которая там приводится в действие Но приводит все это в действие В действие все эти надпочечники И внутренний слой И глубинный слой И наружный слой Приводит наше сознание Оценка отношения к данной ситуации В которой вы будете реагировать По типу напряжения У вас там все закипело Либо спокойно, умиротворенно Шуточкой там сказать Та-та-та-та-та-та-та То есть отнестись к этому Ну чего угородить Ну чего угородить Вот эти городушки Чем больше стресса доставляет вам жизнь вокруг Тем сильнее активируются надпочечники Чтобы обеспечить выживание организма При стрессовых событиях Все, дальше я не смотрю Чем больше стрессов Тем больше у вас работают надпочечники И так далее Как-то, знаете, вот Зависит все Акцент Внимание переносится Не с жизни Внешней жизни На которую надо соответствующим образом реагировать А она Вот эти вот надпочечники Вот на это приспособление Что там что-то должно приспосабливаться Что-то там делать А вы хрен с ним Вы там реагируете Вы там Как хотите Там кричите Вопите и так далее Если вам вот это вот Как бы сказать Важно Вот такое объяснение Ну, как говорится Дело ваше Лично я предпочитаю Разбираться Совсем с других Позиций И точек зрения С которых Вот этот процесс Просто-напросто Не идет дальше А если вы не научитесь С этими ситуациями работать То у вас Вот с того уровня Вы там будете Что-то пытаться Нормализовать это И в любом случае Жизнь это урок Урок В котором вы проходите Те или иные жизненные ситуации Чтобы вы научились И поняли Как В них Вы должны Себя вести Как вы должны Поступать Если вы это Не хотите Понять Вот как вот Это вся эта Западная Цивилизация То естественно Вы тогда Будете Какие-то там Что-то Одно Какие-то Таблетки Применяют Чтобы успокоиться И еще что-то И еще что-то И еще что-то Чтобы врубиться Во всю Эту тему Мне хватило Одной минуты Двадцать Одной секунды Там дальше Идет Целых Двадцать Минут Гормоны Регулирующие Стресс Но не нужны Мне эти Гормоны Регулирующие Стресс Если я Умею Работать С ситуацией Со своим Сознанием Я даже До этого И не Дохожу Это просто Лишнее Бесполезное Знание Для человека Который Научился Владеть собой Постскриптум Я все-таки Решил досмотреть Видосик До конца Чтобы узнать Что в конце Концов Рекомендует Вот Шесть Рекомендаций Шесть рекомендаций И Все они На мой взгляд На мой взгляд Не содержит Самого главного И Одна моя Рекомендация Кстати Он как раз говорит Что я Придерживался Там Какого-то Чего-то Так Доли Лет Там Двенадцать Меня мучил Там Стресс Прежде чем Я разобрался И так далее Естественно Меня мучил Стресс Вот эта Вот вся эта Жизнь Как к ней Относиться Вы будете Внутри Там Бурлить Или же Или же Вы будете Спокойно Рассудительно Относиться Ко всем Происходящим Событиям Делать Соответствующие Выводы И поступки Без внутренней Бурли И тогда И тогда вам Не надо Будет Отвлекаться Какой-то Посторонней Работой Тогда вам Не надо Будет Вытеснять Стресс Движением Не надо Будет Употреблять Витамин В1 Там Это самое Значит Кето Диету Соблюдать Что-то там Что-то там Что-то там Еще Принимать Адаптогены И Наконец-таки Пытаться Как-то Нормализовать Сон Если вы Спокойно Относитесь Ко всему Происходящим Никакого Бурления У вас Не будет И вы будете Спокойно Спать Без Всяких Адаптогенов Чувствовать Себе Прекрасно Не надо Вам Какую-то Кето Диету Соблюдать Потом Магнит Есть Калий Витамин Д3 В1 И так далее И так далее То есть Рекомендация В целом В конце Концов Закружается Тем что Вот Желательно Бы Значит Я вам расскажу На курсе О том Осем Естественно Принимать Вот эту Всю эту ерунду И так далее И так далее И так далее Оказывается И я на себе Это все Прекрасно Испытал Пока у меня Не включилась Своя собственная Голова Что Что И как Вот какая-то Проблема возникает Я начинаю С ней разбираться С любой Из проблем Смотрю Соответствующую Литературу Читаю Соответствующие Примеры И так далее И так далее И так далее Проблема Мною освоена И она Перестает Меня волновать А когда Любая проблема Перестает Тебя волновать То естественно Нету Никакого Напряжения В организме Лично Я вот так Вот поступаю Я благодарю Вас За то Что Откликаетесь Проявляете Свою Благотворительность На поддержание Канала И Всегда Оценивайте Мои Видосики Если Они вам Понравились А тем более Приносят Пользу Проявляйте Благотворительность А если Нет Я схалтую Значит Дульку Субтитры сделал DimaTorzok